Говорит и показывает Ермаков, друзья, мне кажется, я догадываюсь, чего на нашем канале не было очень давно. Ну, понятно, что видео, но чего еще не было? Не было обзоров бета-версий винды. А если ты хочешь, чтобы я выпускал их почаще, то подпишись на канал, поставь лайк на это видео. Давайте соберем под этим видео 100 лайков и 16 тысяч подписчиков на канале добьем, да? Так вот, недавно мне на мой дискорд-сервер, кстати, ссылочка в описании, мы там общаемся на очень интересные темы. Вступайте туда, общайтесь вместе с нами. И также чекните нашу группу ВКонтакте, все ссылочки будут внизу под видео. Пользователь с ником AppleGame12345 написал, что утекла сборка Longhorn 5098. Еще 5001 слили, и вот он, короче, опубликовал здесь полный список. Давайте сейчас зайдем на сайт бета-архив. Напомню, что это сайт, которым я уже знаком уже около 6 лет. Он имеет собственный FTP-сервер, куда выкладывают разные бета-версии винды и прочий софт. Но чтобы туда попасть, там очень сложные требования. Я уже этот сайт посещаю раз в несколько месяцев, потому что мне это стало неинтересно. Это сайт скорее для 14-летних школьников, которые интересуются тем, что интересно меньшинству. Я серьезно. И вот их, собственно, залил пользователь с ником Grabber Slasher. Вот полный список. Я выбрал самые интересные сборки, потому что, как правило, выкладывают то, что практически ничем не отличается от того, что уже существует на этом сервере. Я выбрал самые интересные. Их будет 4 штуки. У нас будет их обзор. Давайте я сейчас немного перечислю, какие сборки мы будем обозревать. 4002, 4005, 4081 и 5001. Windows Langhorn, бета-версия Windows Vista. Vista, которая разрабатывалась очень долго и все равно оказалась говном, так что пришлось оставаться на Windows XP и ждать, пока Microsoft выпустит что-то годное вроде Windows 7. Итак, у нас есть сборка Windows Langhorn 4001, с которой мы будем обновляться на первую сборку для нашего обзора, 4002. Здесь могла бы быть Windows XP, но обновиться с Windows XP у меня не получилось. Кроме того, если мы попытаемся сейчас запустить установщик, ой, панель управления открыл, если попытаемся сейчас запустить установщик, только еще iSony тот подключил, дополнение мне не удалось установить, равно как и браузер Firefox, ну вернее он установился, но оказался нерабочим из-за вот этой ошибки. Типа точка входа в процедуру не найдена в библиотеке Carmel32. Вот, и тогда я запускаю сетап, я получаю вот такую ошибку, кавераж DLL. Но это очень легко решается, мы переходим в папку i386, ищем файл winnt32.exe и запускаем его. Установка пойдет нормально. Кажется, вот этот, вот он. Когда я его пытался запустить из Windows XP, у меня ничего не получилось, была какая-то ошибка. А если ты попробуешь еще с этой сборки загрузиться с диска, то там будет синий экран смерти после форматирования диска. Вот я ссылки оставлю в описании, можете сами посмотреть, почекать. Как видим, в 4002, в отличие от предыдущей, 4001, который, во-первых, был другой уже интерфейс установки, во-вторых, использовался install.vim, куда пакуются все файлы, начиная с Windows Vista и Windows 10 тоже, все файлы там хранятся. А Windows XP и раньше все файлы для распаковки хранились в i386 папке. Компания Microsoft сделала такой незначительный шаг назад, но, несмотря... Так, это что такое? Accessing software was not full-in... Товарищ, не, нахрен. А-а-а-а-а-а-а-а-а? Я не понял. Почему не получается-то? Давайте посмотрим details. Microsoft Windows software... А-а-а! Кажется, надо перезагрузить систему. Ну, давайте сейчас, давайте, давайте. Давайте так и сделаем. Почему бы и нет? Перезагружаемся, хули. И все, и наблюдаем установку в стиле Windows XP Пожалуйста Итак, в ходе установки мы можем столкнуться с небольшими ошибками Но мы просто нажимаем везде Cancel Все эти файлы начинаются с WinFS Видно, это что-то имеющее отношение к файловой системе Windows Future Storage WinFS, которая так и оказалась нереализованной Смотрите, почему-то тут написано 4001 Хотя у этого уже сборка 4002 Ошибочка вышла А здесь уже 4002 Все, исправили И все, и Langhorne установлен Такой же экран входа, как в предыдущих сборках Звука, правда, нету Не знаю, почему Хотя обычно на VirtualBox он был Так, это что такое? Going Interquestration Loop, Interquestration Failure, Superval Не, не то Итак, вас встречает первая сборка Langhorne в Milestone 4 Что тут есть? О, браузер Mozilla Firefox не удается запустить Он так и не заработал This Space Left Intentionally Left Blank Placeholder for Tasks Такое я тут вижу, собственно говоря, впервые Здесь, собственно, отображается информация О том, что здесь вообще находится Например, локальный диск Сейчас, сейчас, сейчас Так, а как А как открыть? Кнопки нету Я вообще не могу посмотреть Ничего не получается О, вот так вот Сайт Microsoft Internet Explorer 6 Великий браузер Который HTTPS больше не загружает Mozilla Firefox У нас также не работает Но год назад я делал видео Выживание на Langhorne По-моему, там с браузером Opera Все было замечательно Вот Winver Что тут такое посмотреть? Я, если честно, даже не знаю, что тут можно посмотреть Выбор по категориям А классический вид никак не выбрать? Вот это меня смутило больше всего, кстати А вот Other Control Panel Options Все Pick a task Ничего нет Задание не выбрать никакое А здесь все Тут все, как обычно Мне, если честно, никогда этот вид по категориям был неудобен Я его ненавидел Всегда классический включал И ничего не посмотреть А куда они делят эту штуку? Вообще непонятно TaskWare ничем не отличается от сборки 4001 Тема Plex Есть еще Это второй Plex какой-то Теперь больше на Windows XP похоже Осталось только еще фон рабочего стола Украсть Вот так еще можно сделать Это можно спрятать Все, мы видим Windows XP Вернее, Longhorn XP профессионал А теперь, мои дорогие друзья Я думаю, что пора перейти к следующей сборке 4005 Надеюсь, там различные косяки уже исправят Вот стандартный интерфейс установки Уже новый, такой же, как в будущей уже сборке 4008 А вот эта сборка 4005 Уже действительно использует InstallWim Вместо стандартной папки i386 Этот файл как-то можно системными утилитами распаковать Посмотреть, что там внутри И вообще так можно Windows установить Ручками Я помню, что одна из сборок Windows 7 По-моему, это 6730 Она состояла из одного файла InstallWim И разворачивался он как-то немножко нестандартно Были попытки его впихнуть в разные ISO-образы Но это не давало результата На сайте thecollectionbook.info способ описан, как установить Так, опять, да, вот эта хрень Firefox не удается запустить Ну, это стандартная проблема всех сборок LandCorn Мы открываем мой компьютер Тут все осталось без изменений Сейчас я верну все по канону Этот стандартный рабочий стол Вот этот О И панель задач еще Сделаем Flex Оп Flex Тут-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту Здесь, в принципе, то же самое И да, кое-что здесь все-таки есть Смотрите В Windows уже не Windows XP Уже LandCorn Professional И уже 2006 год Да, в 2006 году планировалось выпустить Windows Vista Microsoft почти попала в яблочко Думая, что Windows Vista будет разрабатываться долго Она к этому готовилась Почему-то она этого ожидала Следующая сборка 4081 Итак, что я вижу, друзья Сборка 4081 Обои рабочего стола Такие же, как в сборке 4074 Сборка какая-то совершенно пустая Тут ничего нет В общем, это головная боль всех сборок Под номером 4080X Кстати, таких очень много там выложили До этого были только 84 и 88 Сейчас там есть и 82, и 86, и 85, и 87 Там очень много таких выложили Не знаю зачем Если они очень скучные И тут практически ничего нет Справка и поддержка здесь не работают И вызывает вот этот бадхерт у проводника О, и ничего не открыть уже Но проводник перезапускается Outlook Express не открывается И мы получаем пустое окошко Смешную ошибку Windows Которая на самом деле Ни хрена не смешная Хм, а нам, кстати, ничего не мешает Зайти О, а это что за диск? У меня еще два жестких диска, что ли? На самом деле, мой ISO образ Установщик Windows Он должен быть как Компакт диск А он отображается как Локальный диск Ввиду того, что в Microsoft Там что-то накосячили А буква у этого диска отображается? Даже Да, вот Drive C Вижу Ну, это, соответственно, диск D Если у меня только один диск Не скрывает ли она что-то Microsoft? WordPad нету совсем Блокнот есть? Блокнот Редактор реестра есть? Блокнот С новой иконкой тоже есть Прекрасно Один-второй проводник C732 Что-нибудь тут есть? Косынка хотя бы Косынку, видимо, сюда не О, косынка Давайте-ка поиграем немного Нет, не поиграем Не интересно играть Сами поиграйте без видео Что-то есть еще интересного Давайте классик О, Windows XP Обычная тема Windows XP Но у нас не меняется У нас меняется только меню пуск Оно становится синим Но панель задач остается такой же серой Классическую тему выбрать нельзя Она не работает Давайте в безопасный режим зайдем У нас синий экран смерти Ту-ту-ту-ту О-а-а-а Соответственно, безопасный режим В этой сборке не работает А теперь, друзья То, чего вы ожидали С самого начала этого видео Последняя на сегодня сборка 5001 Возврат к Windows XP Итак, сборка Lancorn 5001 Полностью похожая На Windows XP Оу А зачем вы этого быка-то Сюда подфотошопили? Оказывается, фотошопить и подделывать умели даже в те далекие годы Видимо, это символизирует, судя по тому, что у него длинные рога, что это не просто Windows XP, что это именно Longhorn О, еще один фотошоп я здесь обнаружил Windows LH Professional, что означает Longhorn Кстати, давайте-ка мы кое-что попробуем Во-первых, давайте попробуем сюда установить дополнение, Guest Editions Я думаю, что они сюда должны встать, потому что VirtualBox распознает их как настоящую Windows XP Попробуем, если ошибку не выдаст Ошибка, ошибка, стоп, ноль, 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 ноль А браузер Google Chrome, то есть Mozilla Firefox встанет сюда или нет О, Firefox столкнулся с проблемой, аварийно Firefox, к сожалению, не работает И не будет работать Все, все ссылки на эти четыре ничем не примечательные, к сожалению, сборки я оставлю в описании Вы можете их скачать, сами потестировать, что еще с ними поделать Всем спасибо за просмотр Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в нашу группу ВКонтакте Общайтесь в нашем Дискорде, читайте наш Телеграм-канал, ждите новых видео, которые будут более интересными Всем пока!